...бумаги соответствующие, пошел ажиотаж на противовирусные препараты. И 2-3 числа без запас масок, а у нас они в основном все китайского производства, только единственный поставщик у нас есть в Москве, текстильная фабрика, были раскуплены. Была раскуплена сразу же маска ксалиновая, но это, наверное, самое народное, самое дешевое средство профилактики любого гриппа. Вот, и был раскуплен орбидол, поэтому все препараты, которые у нас сейчас поставляются в аптеку, они поставляются и тут же, в принципе, раскупаются. Среди вирусных препаратов у нас в аптеке 14 препаратов, 14 видов препаратов. Это аноферон детский взрослый, реферон детский для беременных взрослый, ремонтодин в таблетках, гриппферон, орбидол, по 5 сантима его называют детский. Затем томитлю, швейцарский, ингаверин, антигриппин с ремонтодином, МАКС, он идет номером 20 и номером 12, афлубин, деренат, амиксин. Значит, что еще мы решили пополнить? Связались с заводом и буквально вот в понедельник отправится машина в Москву, мы закупим 4300 упаковок мазиоксалиновой, непосредственно у завода-изготовителя. Кроме того, провели переговоры с фармстандартом, 50 тысяч упаковок фармстандарта будет выделено из резерва на Курскую область, на Курскую фармацию, я зарезервировала на наш город 5 тысяч упаковок орбидола. Так что сказать о том, что совершенно аптеки не готовы наши, ну я бы этого не сказала. Мы людям не отказываем. Кроме орбидола по 0,1, номером 10 или номером 20. В маске проблема, но запаслись бинтами, ватой, марлей и рекомендуем, как в старые добрые времена, шить марлевые повязки четырехслойно, как здесь сказали. Можно тонкий слой еще ваты добавить, можно не добавлять. Эту повязку мы, как и раньше, обычно две повязки на день, одну повязочку ты носишь, постирал, повесил, горячим утюгом просушил, надел и снова носи, есть ли одна повязка, есть ли две еще проще. Поэтому вот таким вот образом мы ведем свою работу. Значит, что проблема с орбидолом? Я думаю, что и коллеги скажут, что у них, наверное, тоже, если есть орбидол, то совсем мало. Я звонила на завод. Дело в том, что единственным производителем орбидола является наш курский комбинат «Фармстандарт». И курский комбинат держит политику работать не с аптеками, а с национальными компаниями. Все мои усилия повернуть завод в сторону аптек оказались тщетными. До меня тоже пытались многие это сделать, сказали, но это бесполезно. То есть всю свою продукцию они дают только национальным компаниям. Я вчера разговаривала с заместителем генерального директора этого завода по коммерции в Москве. И, значит, он мне сказал, что мы весь свой запас отдали национальным компаниям. Я говорю, тогда где этот запас орбидола? Его в аптеках? Нет. Я сама разговаривала накануне 4-го числа с директорами национальных компаний. Ни у кого орбидола по 0,1 нет. Ну вот такая информация у меня. По маскам сколько у вас ничего нет? Все, потому что люди покупали упаковками. В упаковке 50 масок. Люди покупали по 2-3 упаковки. И вот 2-3 числа все маски раскупили. Сколько же в количественном состоянии? Ну мы не считали, потому что аптек много. Они везде были, эти маски. Ну, вообще нет. Ну, я думаю, обычно у нас запас масок не менее 7 тысяч бывает. Вот такой вот, знаете, ежедневный, который мы постоянно пополняем, потому что мы снабжаем лечебные учреждения, школьные, дошкольные, по перечислению получают у нас маски. Население иногда покупает. Вот такая ситуация. Когда позвонили, ну в Китай звонить бесполезно, конечно, а когда позвонили по нашим трикотажным, Волжская мануфактура, затем еще есть трикотажная фабрика в Москве, та же курсская фирма САНО, которая торгует перевязкой, они сказали, есть все, кроме масок одноразовых. То есть, понимаете, проблема нашей страны. Вот сейчас идет реклама Орбидола, я на что намекнула, сказала, идет реклама Орбидола, Орбидола нет нигде. Вы просто издеваетесь над людьми, что ли. Понимаете, маски, маски, ну, можно бы, наверное, или нет нигде.